Добрый день, уважаемые подписчики, гости нашего канала. Сегодня мы представляем к обзору караван Swift Freestyle SE модификация S4 SB 2019 года выпуска с королевской кроватью. Находится на площадке по адресу Псков Николая Васильева, 82А. Караван полностью растаможен, ждет своего нового обладателя. Стоимость его 1 млн 982 тыс. рублей. Караван выполнен по последним технологиям, хорошие сэндвич-панели. На караване установлена солнечная панель Sargent Block на 100 Вт. Классная, великолепнейшая модификация. Оснащен отопителем Truma Combi 4E, работающим от электричества и от газа. Караван оснащен в этом отопителе Truma Combi 4E. Бойлер проточный на 8 литров и, безусловно, работающий также от газа, как и сама установка. Сцепная головка Alka с боковым компенсатором. В данном случае используется 13-пиновая розетка. Позволяет она 13-пиновый разъем. Если на автомобиле вашем 13-пиновая розетка, здесь будет работать Alka Traction Control. Будет работать холодильник от 12 Вольт в движении. И, безусловно, заряжаться собственный аккумулятор. Есть у нас встроенный редуктор Truma. Багажник подразумевает установку двух газовых баллонов. Максимально допустимые по размеру это два рогазка по 24,2 литра. Больше просто не нужно. Это очень большой запас. Только поменять газовый шланг и этого будет вполне себе предостаточно. Закладная для палатки тента с двух сторон в данном караване. Вот так вот она выглядит. Безупречная. Унитаз и туалетная кассета Thetford T250. Караван на оригинальных литых дисках. Шины в безупречном состоянии. Холодильник Dometic. Бокс для установки собственного аккумулятора и места подключения 220 Вольт. Truma Ultra Flow используется в данном караване. Ну, свифт есть свифт. Здесь можно много о чем рассуждать. Это, скажем так, караваны с задатком на роскошь все-таки. Я так считаю, потому что это одна из великолепных линеек именно британских производителей. Состояние безупречное. Закладная для палатки тента с левой стороны сплошные панели. Бокс для газового гриля и его компонентов. И доступ под французскую кровать находится слева. Не французскую, прошу прощения, королевскую кровать, которой оснащен данный караван. Абсолютно новое запасное колесо. Ковры все в комплекте. Мы попросили на моечке их сложили аккуратно. Поскольку здесь у нас линолеум, то пока люди все-таки будут приезжать смотреть этот караван, чтобы не затоптали вот это вот великолепное ковровое покрытие. Уже новый собственник. Я думаю, что с удовольствием постелит их и будет пользоваться вот такими прелестями. Approved Workshop. Это техосмотр. Не технический осмотр, как мы привыкли видеть его в России. Это не все диагностическая карта, если можно называть его таким языком. Это обслуживание у дилера на предмет чистки, каких-либо форсунок и так далее. То есть это обслуживание каравана. Сервисная книжка по сути своей. Итак, в передней части каравана расположился вот такой диван с тумбой. Большая панорамная зона люка. Над входом вот такой красивый уже блок-модуль управления. Управление трумой. Шикарная планировка, шикарные цвета в фасадах. Я думаю, если вы смотрите обзоры, то вам уже знакома. Такая компоновка цвета. Опять какой-то у нас музыкант был. Для меня громко очень музыка. Музыка-кен, вот, между прочим. А вот где она? Ладно, найдем. А, она, скорее всего, в самом блоке. Здесь мы нашли блок управления именно солнечной панелью. А музыка у них находится вот тут. То есть, смотрите, насколько уже модный. Самый, пожалуй, модный. 67% влажность, 30% в караване, 34% внутри. Ну, как есть, да. Сегодня достаточно тепленько. Вернемся к нашему шикарному каравану. Вот она, французская кровать. А комната полностью закрывается. Есть у нас доступ в санузел. Давайте уж раз пошли, начнем. Замечательный поддон без трещин и сколов. Великолепные стены, пластифицированные. Фирменная леечка Свифт. Магнитная дверка на этой кабинке. Раковина для умывания. Зеркало с местной подсветочкой. Шкафчик для хранения туалетных принадлежностей. Есть шкафчик под самой раковиной. Поворотный унитаз Тетфорд. Безупречнейшее просто состояние. Честно могу сказать, бывает. Караваны приходят и немножечко видно, что он просто выман. Вот здесь вот еще он такой не с морщими средствами, не замызган, если можно так выразиться. Вот это, это ответная часть, закладной для велосипедных багажников. Алюминиевые планки снаружи, сзади стоят, это под крепление. Так, что касаемо комнаты, ну назовем ее, пожалуй, спальней. То есть сбоку, с двух сторон у нас расположились вещевые шкафчики от кровати королевской. Ну, мы уже смотрели, скажем так, снаружи, что под ней. Ну вот, в принципе, ее нутро изнутри каравана уже с салона. Телескопическая выдвижная часть изголовья. Вот это кладется вперед, то есть кровать подается вперед, чтобы вот она подалась, видите, модуль. Достается вот так вот матрас и укладывается вот эта часть. При транспортировке, понятное дело, чтобы был проход к туалету уже более удобен, собирается в обратном порядке все это дело. Есть розеточки здесь, включатели, стол, пристегнутся, штатный стол, все на месте. Vision Plus модуль для антенны находится в шкафу. Шкаф с перекладиной для хранения верхней одежды, можно с плечиками. Ну, очень классный караван. Мне нравится интерьер, мне нравятся вот эти вот текстуры этих фасадов, местные подсветочки. Очень классная планировка. Что касается технической части, ну, по традиции, сама установочка располагается вот под передним правым диваном. Караван оснащен, безусловно, насосной станцией с переходником Truma Ultra Flow. И сейчас вот это на место поднимем немножко. И Swift Command Sargent. Это блок-модуль, отвечающий за входящее электричество 220 вольт. Она распределяет автоматами на потребители прямые, которые используют 220. Ну, и также понижает, вот он, сам понижающий модуль, и понижает на потребители 12-вольтовые. В данном случае караван практически сразу готов к автономному плаванию, так как у него есть подготовка под аккумулятор собственный. У него есть солнечная панель. В принципе, здесь остается купить аккумулятор. Здесь нужно купить газовые баллоны и заменить газовый шланг. И этого будет вполне предостаточно, чтобы пользоваться данным караваном абсолютно сразу. Холодильник Dometic, работающий от электричества и от газа в совмещенной кухне. Если у вас 13-пиновая розетка на автомобиле, то используя 13-пиновый разъем без переходника. Данный также холодильник будет работать у нас от 12 вольт, пока мы едем. Микроволновая печь Deo. Она известна нам по многим обзорам. 800 ватт, с минимальным потреблением электричества. Разнесены в модуле кухни и розеточки 220 вольтовые. Трехкомфорочная газовая поверхность Ted Ford. Безусловно, она с эзотжигом. Работает он от 12 вольт. То есть при наличии аккумулятора все это уже будет работать абсолютно корректно. Есть сушилочки, раковина. Заборник для насоса-помпы лежит в переднем багажнике. Сам, что касаемо телевидения, находится вот здесь. Вот розеточка и выход телевизионного кабеля. Мы уже посмотрели на блок Swift Commander. Ну, он очень крутой, конечно. Здесь можно сделать все. Выбрать настройки, выбрать температуру. И плюс еще, вот он отдельно. Отдельный Truma iNet. То есть через приложение на вашем телефоне. Скачать его можно и в App Store, и в Google Play, и в Маркете. Как они там называются. То есть и Android, и Apple спокойно поддерживают работу Truma. То есть при наличии газа, баллонов, подключения какого-то к электричеству. Этот караван может быть умным домом. Подытожим наш сегодняшний видеообзор. Swift 2019 года с королевской кроватью. Практически в максимальной комплектации. Укомплектованной солнечной панелью. В прекрасных размерах. С хорошими панорамными люками. Очень крутой планировкой. Очень интересными фасадами. Стоимость его 1,982,000 рублей. Караван у нас в наличии. Так что, если есть желающие, милости просим. У Юрия в инстаграме Авточой из Псков смотрите анонсы следующих вещей. На сайте Авточой из Псков всегда информация точная о наличии и актуальных ценах на сегодняшний день. Ну, безусловно, на канале на Ютубе у нас есть обзоры практически всех представленных на нашей площадке караванов. Благодарю вас за обратную связь, за ваши просмотры. До новых обзоров и встреч у нас на площадке. Продолжение следует...